С чего начать именно обучение детей Курану? Какие-то суры, ясень, как многие часто начинают говорить там, или какие-то есть, есть ли какие-то пути именно, как вот с чего надо начать, иншалла, конкретно? Вообще, шейх Абдуллах часто, например, даже задают вопрос некоторой мамы или отцы, говорят, что мой ребенок, так ему нравятся какие-то науки, изучать историю, как бы, субханаллах, и я не хочу, чтобы он изучал историю, хочу, чтобы там изучал Куран, изучал сон, или какие-то другие, там, английский язык и так далее, мы говорим, нету ничего плохого, что он любит, альхамдуллах, и хочет изучать там английский язык, языки, или там какие-то науки. Склонность иметь в виду. Да, нету в этом, субханаллах, ничего плохого, наоборот, альхамдуллах, ошибка в чем? Ошибка в том, что он не обучается Курану, ошибка в том, что он, то есть, субханаллах, если он изучает Куран, изучает исламские, шариатские науки, то, альхамдуллах, пускай он также изучает и другие науки. То, что эти науки, которые, там, английский язык, или, там, другие склонности, то есть, историю, или, там, географию, кто-то, кто-то, математику, альхамдуллах, это ему поможет в этом мире, но то есть, и так нужно побуждать, то, что шариатские науки, альхамдуллах, они ему помогут в сегодняшний день. И, дальше, нету сомнений, то, что нужно именно прививать им первое, что обучать Куран. Обучать Куран, некоторые, вот вчера мы с одним братом разговаривали, вот в Москве говорит, например, если по классической, так скажем, системе изучать Куран, там, с конца идти кверху и так далее, бывает иногда тяжело нашим детям. Можно ли, там, их обучать Куран, там, Тафсира больше, то есть, нам нужно больше Тафсир, нежели Куран. Мы говорим, то, что в возрасте, когда они дети, Тафсир потом они, альхамдуллах, возьмут. То есть, во-первых, пускай они зубрят, изубрят Куран, выучат Куран, поэтому, альхамдуллах, они быстро в этом возрасте быстро запоминают, альхамдуллах. И Тафсир тоже, они потом, мархалят Тафсир, это следующее, так скажем, марахин, следующее уже, кстати. Но можно какие-то слова им объяснять, какие-то непонятные для них, может быть, какие-то мафрадат, именно термины Курана. Но основное, что это нужно, они должны зубрить Куран, и в этот момент, в этот возрасте они, альхамдуллах, быстро, быстро, альхамдуллах запоминают. Поэтому, как посмотрите, ибн Аббас, раду Аллаху, якул, хауле кавуле Аллахи, альхамдуллах, где все вишну Аллаху, Субхану Аллаху, говорит, «Ва атайнаху л-хукна сабия». То есть касательно Аль-Яхья Алейхисалам, если Аллах Субхану Аллаху сказал в Куране, мы даровали его мудрость, когда он был еще ребенком. Ибн Аббас, Тафсир этого аята сказал, Субхану Аллаху, Говорит, поистине, тот, который выучил Куран еще до половой созревательности, то этот является из тех детей, которым Аллах, Субхану Аллах, даровал мудрость. То есть до половой созревания, если ребенок сможет выучить Куран, там, если мальчик, до 15 лет, то он именно из тех людей, о которых сказал Аллаху в Куране, касательно Аль-Яхья Алейхисаламу, мы даровали ему мудрость, когда он еще был ребенком. Потому что в Куране много мудрости. То есть Куран – это самая великая мудрость, самая великая мудрость – Куран. Поэтому кто, кто выучит Куран, если ребенок выучит Куран, в его сердце, Сейх Абдуллах, будет нур. В его сердце Куран, как Аллах Субхану Аллаху в Куране говорит, Куран, разъясняющий знамения в сердцах обладателей знаний. Поэтому Куран, он сам нур, его в сердце, Алхамдуллах, нур. То есть он будет умственно намного более умнее, чем другие дети. Также в Набаха, то есть у него такая пренесательность будет уже с этого возраста. Также его язык будет прекрасен, то есть в арабской речи. На сегодняшний день, Субхану Аллах, один из таких даже языков, которые востребованы в мире – это арабский язык, Субхану Аллах. Самый, так скажем, глубокий арабский язык – 12 миллионов слов в арабском языке. И самое красноречие арабского языка в Куране. То есть именно в словах Аллаха, Субхану Аллаху, представляете, ребенок в 10-летнем, 13-летнем возрасте Куран выучил. То есть у него ключи от самого, так скажем, богатого языка и речи Аллаху, Субхану Аллаху. Поэтому арабы, вообще бедуины, они раньше очень сильно заботились о том, чтобы их дети хорошо владели арабским языком. Поэтому, алхамдуллах, самое лучшее именно для того, чтобы ребенок владел арабским языком – это чтобы он выучил Куран. Также рассказывать им, Шейханат Кистоса, Куран, Юкауи Имана, то есть рассказывать им какие-то истории, которые есть в Куране. История Юсуфа, Юнуса, Лута, Худ, Сулеймана, и так далее. Тем самым, именно через эти истории, когда они будут зубрить Куран, выучить Куран, и напоминать им эти истории, тем самым будет это поднимать иман у наших детей. Поэтому, если посмотреть, имам Шафия, рахмаллах, выучил Куран в шестилетнем возрасте. Аллаху, 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 Сулеймана, говорит, что тот, кто в детстве выучил Куран, это есть из природы мусульман. То есть, а так должны быть из природы мусульман, они должны быть в детстве выучить Куран. Поэтому, аль-хамдуля, вот такими, первое, что мы должны, аль-хамдуля, именно привлечь своих детям, именно из шариатских наук, именно это то, что они должны наизусть учить Куран. Машаллаху, Раджазак Аллаху, 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 Акбар. Это сильная мотивация, конечно, Савхан Аллаху, очень много вещей, которые самим нам как раз записывать надо все это. И те, кто как раз слушают, иншаллах, эту запись, мы постараемся сохранить ее, иншаллах. И выдержите возле себя халям и обязательно бумагу. Как раз берите для себя пользу, пока есть такое возможности. Потому что, Аллаху, Аллаху, Будет ли еще такая возможность? Продолжение следует...